всем привет с вами katsuneco в этом видео я покажу вам мою коллекцию картриджей из 90-х то есть которые сохранились с тех времен когда я был ребенком да я их не выкинул сохранил также как картриджи на sego я вам показывал предыдущих видео картриджи в то время были пиратские это где-то начало 90-х сегодня я попробую их запустить на японском фами коми то есть приставка лицензионная что ни на есть оригинальная прямиком с японии проверим запустится ли на ней эти пиратские картриджи или нет приступим вот так выглядит моя коллекция ретро картриджи на приставку дэнди типа здесь коробочка и в ней лежат платки так ребята чтоб вы не говорили как будто это все подстроено вот тв-кабель обычно тут прям нельзя по нему нельзя по нему провести аудио-видео вот его включаем в то есть тв-кабель разъем а у включаем тв-кабель разъем то есть рф следующее это питание она тоже следующее питание все подключено вот по кабелю видно блок отсеки и тв-тв-тв-тв пошел-пошел-пошел вот сюда он ушел вот так вот 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 все окей вот этот вы картридж увидели в предыдущем видео это 12 в одном я его достал из коробки с убором или как там написано на нем лику смотреть я думаю его не будем дальше у нас идет картридж от тиви гейма вот сверху увидите написано вот с такой вот крышечкой защитный ну здесь нарисована контра ноют нету здесь у меня алладин написано ладин 2 это пиратская версия ладина не на мне прям слот для картриджа нравится помню раньше что втыкать картридж что вытаскивать прям с таким хрустиком были а тут так мягенько все плавненько вообще прям шикандос пас борт 1995 купирает написано на действительно углу было написано ладин 2 ну говорят что это вообще бог музыка кончилась видимо памяти не так уж много на картридже для музыки что я вам сказал игрушка для тех времен вот как зацепляться пока не догнал для тех времен игрушка просто обалденная это вообще крутой алладин был те времена сейчас мы попробуем забраться наверх до управление тут конечно привыкать надо здесь вот простынка на селик надо нажимать и держать можно кидаться яблоками с этой игрой все понятно переходим к следующей как же балдею как вытаскивается картридж мягенько так откладываем в сторонку следующий картридж гремлины 2 по фильму гремлины я вот туда же записывал может они мне стояли вот так со стопкой друг на друге и чтоб удобно было знать какой картридж милость надпись и она запустилась удивительно вы видели мою улыбку дебильную улыбку на моем лице от радости такой так что здесь 96 год гремлин за нью батч 2 старт исключательными знаками это у нас гремлин по имени гизму по моему но он добрый должен быть видимо его похитили а он его спас этот парнишка стейч ван так он умеет у нас прыгать как там у нас на старт айтемы баллоны лайф из масс кристалл с кристаллы нужно собирать кристаллы стреляем мы чем помидорами по моему труба кнопок нету а вот такие кристаллы почти блин половину раза кристаллы здоровые почти в размер гизма самого дыш половину как голова его все и туловище такой платформер а вот баллон у нас шарик один потратился да тут дороги помидоры летучие мыши враги себе так я вам скажу какие-то странные раньше была интересная игра да мне нравилось полком гизма уладает вот айтем вот юлайк какой предмет тебе нравится здравствуй визу нам такой бухарик китайский бородатый стакан у него эта трубка у него в руке влево я думал стакан туге джи айтен тогет за этом юант пресс абаттон короче какое хочешь выбирай гизму жизнью жизнь шарик либо сердечко у меня кристаллов 20 это сколько стоит 50 это 10 и это 100 наверно да да давай шарик нам хорошие гризма спасибо дяденька ухты он меня толкнул плохой летучий мышь вот мы шарик профунькали в общем понятно все работает замечательно переходим к следующей игре это у нас пока хонта смотрите какой интересной формы картридж у нас картинка прикольная это по одноименному мультику игрунька здесь также имеется надпись ну давайте проверим запустится ли он и запустился что за китайская надпись и начале было на паузу можно поставить и посмотреть что там так моргнула можешь скриншот потом добавлю работает она же типа индейцы опачки так сложность ребенок какой-то адульт профессионал жизни 5 3 или 5 help screen давай help screen я хочу у тебя увидеть не показывает айса узы фронзы короче что-то он там кинул песок наверно в костер кидает в общем прикол такое я не знаю это наверное тоже как какой-то пиратский порт потому что все так тормозно как в аладине может быть так оно и должно быть принцесса мононоки ой с мононоки говорю это из спутал за ними пока фонтас наши такая беззащитная в общем вот она рукой так делает на кнопку а это она может просить помощи животных вот видите у ее ударили и отбрасывает она садится и мигает ничего не делает здесь скунс какой-то домой рукой мы помашем а там help не он чпок он кинет камушек вы сможете он добраться старт нажал вот паузы никаких звуков сели я вот не помню вроде бы как здесь можно было вселяться еще ухты сова был или фильм что это подвидали что творится это со временем начинает бесить зайцы вы меня будете бить нет так здесь бревно переворачивается что делать его надо было перепрыгнуть что за пиздец как тут а ну тут по моему каким-то бы фрукту по моему если не если я не ошибаюсь здесь каким-то барсук у меня убивает заяц так олень специальная сила пока фонтас бекону стронг 100 специальная сила что-то пока фонт становится сильнее олень короче видим в припадке так дергается это он застрял типа в деревьях запутался его нужно помочь вот мы духу оленя взяли да теперь мы по моему можем быстро бегать до спринт как мы бежим вот на вот эту руку да на способность на кнопку а у нас появляется способности мы можем пробежать быстренько по этому бревну не перевернувшись вы нашли какой-то камень и помогите пока фонд свою миссию вот открывается у нас дальше локация музыка конечно жесть ну-ка макак давай-ка гуси меня тоже убивая на нырять нельзя тут нам подсказывают идите на право то туда больше никак ну-ка легонько так заяц ты опасен для меня так что мы тут делаем толкаем камушек ну и для тех времен я бы сказал игра такая себя как сами видите попахивает говнецом так нехило все корж у меня убил из было меня ветром на этом мы закончим обзор этой игры далее у нас вот такой криповый картридж этикетку видимо этикетку видимо кто-то сдернула ли она отклеилась пытались клеить и видимо так и не приклеили это у нас золотой билет спросите за золотой билет сейчас мы узнаем что это запустится ли она есть контакт last action hero 93 год это игра по мотивам фильма где пацан смотрел фильм в кинотеатре про шварценеггера арнольда и попал в сам фильм прикольный кстати фильм был на то время очень интересный игра я думал тоже прикольная тут как видите заставочки такие тоже классные чувак тут может бить вверх ногой вниз рукой короче самый крутой удар это вверх ногой рукой сблизи быстро у него хелс этому отнимают игра я скажу без труба кнопок хреново сложная на то время было я где-то доходил до второго или третьего уровня там где рыцарь ходит да это 3 по моему может 4 не помню и вот такого вот плана сейчас мы тут пройдем я не знаю язык за кого я играю на шварценеггера не похож горит что ли у кого-то хотя погода у нас паспортная как раз в тему не галочки сердечко чтобы что-то взять нужно присесть здесь у нас первый босс проходится вот так он или можно вот так чтобы не задел справа наверху 4 сердечко у меня слева чуть сердце кончается а это и вона и были на мы видим дальнейшую продал дальнейшее продолжение истории нам показали о вот это я уже не помню как долбить по моему так же тут типа он детей заложники взял да вроде чуть по фильму вспоминается мне такое по ходу вот этим чуваком играем вот он дает этот золотой билет типа уснул и оказался фильме тоже вот непонятно а даже я до второго уровня получается дошел бы и еще до дома до какого-то доходил в доме ходил такая себе игра пособая и не любил в детстве ну сами понимаете у нас с картриджами как мы их называли кассетами не особо так было еще выбрать выбор был невелик так что играли в то что есть это не как сейчас рынок перенасыщен различными играми как бесплатными так и платами и не в шатиной чего только не захочешь выбирать главное сохраняться можно а следующий картридж у нас эрпор джим то есть червяк джим 2 но это уже из новодела это где-то наверное конец девяностых начала двухтысячных пошли вот такие вот новоделы пока он сможет быть тоже с тех же годов это я думаю порт с приставки sega так как я на ней только играл в червяка джима наверное на sego ну и впервые вышел ну что ж запустит ли он старо новодел так будем дадим определение картридж двухтысячных пусть будет так оба вуаля taiwan shin shin electronics эксклюзив агендинг in picking one chunk синг какой-то блин обалдеть так картиночка что-то вас так скажу на немножко но это издержки производства смотрите джойстик как у меня и вели описание кнопок биджамп эй фар и селик это селик спасибо как даже пароли есть интересно ой end давайте начнем раунд one по моему когда я в нее точнее покупал или менял этот картридж я точно уже не помню у меня была sega мне тупо просто было интересно что за порт что за червяк джим 2 на денди смотрите звук как пропадает когда я беру предметы здесь я доходил по моему до уровня 5 где летает инопланетяне тут интересно она немного по-другому сделано как интересный уровень есть с этим как он называется пацан собака парнишка парнишка пес был вот с ним уровень такой вот по моему сложного ты помнится мне был ну тут конечно звездец полный тут мы сажаем ее она у нас не сажается вот это сверху что это бутерброд какой-то что-то я взял их хрен его знает вот так все это выглядит вы сами видите селект это у нас все ли кто-то у нас переключение оружия это пауза музыка конечно же криповая вот этого полно кнутом надо чуть делать куда дальше идти я не знаю или это босс я хрен его знает кто это короче понятно вот такая вот шняшка шняжная ехаем дальше а дальше у нас оба хук то есть крюк здесь у меня написано пойду то есть питер пэн по одноименному мультфильму так вот картридж это тоже старой дел 90-х годов включаем и пробуем запустить ухты электроник sony это с лук а здесь смотрите континью 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 и континью и континью и high score fs fx он of player и так ну здесь у нас продолжить нам нельзя видимо по всей видимости игра используют сохранение и оказывается она у нас на японском языке на японской версии выбираем направление пирает forest гост майн то есть шахта с привидениями либо лес пиратов или пиратский лес давать в шахту с привидениями сходим это вот фея нам что-то бар мочит ну в общем здесь игруха жесть еще то собирать нужно видели было пять пирожен сейчас четыре пирожена нужно собрать четыре пироженки на разных а вот эти напёрстки три штуки сразу она напёрстки тоже нужно короче здесь нужно ходить по карте и собирать предметы есть еще тут такая штука в реализованной виде полетов как такие звездочки будут в виде пыльцы как помните в мультике раньше показывали вот это вот фея с нее собирали петропейн собирал пыльцу и поэтому мог летать посыпал себя или петропейн и так летал других сыпал общем пыльца это волшебно если посыпать ты можешь летать ну детстве эту игру также не любил полное говно из-за того что играть было нечего я в эту хуйню играл простите за мой французский но это было так переходим к следующей а следующая игра у нас лая the lion king это также таранова дел порт наверное сегин король лев написано 3 ну как думаете запустится ли ухты the lion king 3 фикшерс пумба или чё там написано на тимоны и пумба старт никаких копирайтов нету рука бросим да действительно копирает никаких нету тимон пумба симба ну давайте тимона что ли а тимона держал и далее так видим жизни что он умеет чем-то кидается лег так интересно можно смотреть наверх вниз прикольно и нихрена он тут пауза вблизи пинает ногой что-то какая-то херня мне кажется очередная поделка китайцев я даже не знаю ухты у меня еще жизни кончается смотрите слева внизу и с полоса какая-то вообще медленно поднимаются давай 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 родной еще сдохнешь мы как-то все это играется без понтово вообще свинья какая-то синие перчатками боксерскими смотрите что с тимоном на черном фоне вообще хер поймешь в общем говнице очередное ухты с косяками давайте перейдем к следующей игре и на этом все всем спасибо за просмотр с вами был к этому еще услышимся